друзья привет с вами сергей и рубрика в чем соли сегодня у нас на обзоре таком коротеньком subaru ли work это популярнейший универсал который входит в тройку популярных универсалов и конкурирует с такими хедлайнерами как toyota corolla филдер и honda shuttle и замыкает эту тройку ливор почему эту машину полюбили россияне и если люди выбирают из сегмента универсалов они прямо всерьезку рассматривают эти автомобили давайте кратенько пробежимся в чем соль этой тачки поймем почему она популярна и возможно эти плюсы зацепят вас и вы станете будущим владельцем такой тачки поехали начинаем с визуальной части у нас спортивная внешность она в меру агрессивная и вообще subaru позиционирует на всех презентациях эту машину как спортивный универсал его название состоит из частей разных слов legacy revolution забыл legacy revolution towering самое главное самое главное в этой машине это вот это вот щель которая нам показывает что у нас здесь turbo пушка и сразу дает агрессии то что у нас здесь под капотом что-то дурное фары решетка бампер жесткости кузова стопы здесь у нас комплектация gts у нас здесь колесики симпатичные есть комплектации стей которая завода идет на обвесе боковые юбки 18 колеса там элементы дизайнерские по салону при первой встрече с ней она вам говорит чувак я про спорт я универсально но я про спорт по визуалу эта машина больше конкурирует шаттлом потому что шаттл тоже очень красивый универсал ладно пошли дальше техническая часть техническая часть это здоровенный кристалл соли вот такой в этой машине обзор обзор не без шуток механик так смотрите техническая часть у нас этот универсал subaru lework идет только на полном приводе распределение крутящего момента между осями 60 на задние оси 40 на передней идет две версии мотора у нас здесь представлена версия базовая здесь мотор fb 16 то есть объем 1.6 плюс турбина 250 крутящего момента их фирменный вариатор line tronic клиренс у нас 135 миллиметров более старшая версия идет на моторе фа 20 который нам знаком по subaru импреза subaru импреза vrx ст и делается все таки на и джей поэтому этот мотор принадлежит ли в орган фориком турбовым и импрезом с4 в японских модификациях этот мотор имеет либо 280 сил либо 300 ли ворка двух литровыми 300 лошадей у него 400 ньютонометров крутящего такой же line tronic трансмиссии это собственных разработка усиленная все нормально работает ничего не отваливается ты ложка ты ложка стоит на 165 200 не так дорого здесь у нас турбовый мотор поэтому я бы реально бы не затягивал бы замены масла 5000 у нас кстати там наклеечки японец все по мануалу дело каждые 5000 покупал делал ты ложки смотрите у этой машины 119 тысяч пробег и из японии подобный пробег можно брать без опаски потому что наклейки нам подтверждают то что японец менял масло каждые 5000 это что здесь не убитый мотор на котором экономили приятненько поехали дальше следующая соль это салон так ребята салончик этого универсала салон вот из этих трех автомобилей филдер шаттл или ворка салон или ворка мне нравится менее всего здесь все просто печка у нас обычные там крутилки настраиваются вот что мне нравится это спортивный руль мне кажется это все с геттера 36 все забрали в nissan ноте подобные здесь у нас получается два монитора и приборка которая вам показывающие что происходит с тачкой очень много кнопок есть рулевые лепестки в принципе все два подстаканника еще по два в дверях ниш хватает телефон и бросить все прорезинено телефон не будет кататься две камеры ай сайт которые следят за препятствиями спереди контроль от пересекаете ли вы сплошные вот в общем для там водители которые отвлекаются на инстаграмчик либо которые там только недавно водят для жены которая недавно получила права и иногда садится вашего ли ворга и вы ей отдаете ключи трясущимися руками в общем эти камеры где-то возможно даже спасут от дтп за эту часть я ставлю но троечку на такое себе но все просто и все таки вы управляете автомобилем и мне нравится давайте запустим мне нравится приборка все как будто ты немного за каким-то истребителем особенно когда ты включаешь спорт руки на руль ковши удобные пусть тряпочные есть версии там с кожаными вставками здесь у нас синяя строчка вот такая приятная то есть но визуально чуть-чуть делает свежее пойдемте посмотрим заднюю часть вот там ся соль так второй ряд ничего необычного просто сидим вот у меня сидули отодвинута под мой рост все окей два юсб порта заряжать мобилки могут ваши пассажиры задние здесь у нас два подстаканника а не в этом соль не в диване второго ряда а соль в багажнике открываем багажничек и вот здесь эта машина все-таки она универсал и вот здесь она должна быть универсальный то есть ладно шторка смотрите вот такие вот красивые ниши с красивыми ручками вот даете получится бы вот некоторых моментах у некоторых автомобилей вот такие вот тоже мне не хватает вот этого в моем лексусе почему мне нету подобного смотрите сидули мы можем откидывать прям с багажника есть вот такие вот крючки у нас пакеты вверх мне тоже этого нету все эти помидоры по всему багажнику при приезжаешь в гараж у тебя помидора не везде пошел мнение крючков как леворги смотрите откидываем об об у нас здесь получается ровный пол покупаем матрасик и спим прям в леворги у меня знакомая девочка спрашивала сереж я продала своего sx4 хочу купить машину в которой есть ровный пол и посоветовал купить 31 x-trail а вчера на мне скидывает фотки как она с открытым багажником утро рассвет она в хасанском районе в красивейшем месте она спит своем x-trail и не ставит некую палатку кайфует поэтому друзья покупайте автомобили такие вот как допустим ли work с ровным полом покупайте матрасы выезжайте из городов ночуйте в красивейших местах нашей страны и благо эти тачки нам позволяют это делать вот смотрите негабаритные грузы все это можно перевозить можно еще поставить рейлинги бокс на крышу установить и вообще у вас просто trip автомобиль на котором можно очередь у страну ребята в общем за салон именно за его универсальность я оставлю пятерку этой машине и это реально соль этого автомобиля ровный пол удобный багажник с органайзерами как они открываются круто водительское место для водителя нормально все все остальные пассажиры в принципе сидят почти как в короле ничего такого единственное есть ковши боковая поддержка у переднего пассажира за универсальность ставлю лайк так ребята вождение на леворге 16 версия вам дает давайте начнем с ходовой вот я вот сейчас еду тут такая поворотистая у нас местность машина жесткая то есть мы пока ехали на съемку еще на предыдущих обзорах я все помню как я чувствовал себя в этом автомобиле леворг жесткий будьте готовы к этому эта машина она про спорт и в том числе по стилю вождения по настройке ходовой части если вы покупаете стиль на 18 колесах то вы получаете максимум управляемости но и максимум жесткости поэтому смотрите по дорожному покрытию вашем городе ну и вообще нужна ли вам эта управляемость по расходу этот автомобиль в городе я говорю именно про версию 16 в городе у нее расход 11 литров по трассе 7 литров это российские реалии это отзывы владельцев которые мы попросили дать от наших купивших этот автомобиль клиентов покупая 16 версию turbo на 170 лошадей получите ли вы динамику turbo автомобиля включаем спорт и тяга есть и она отличается вот даже если бы я ехал на двухлитровом автомобиль автомобиле 2 и 5 не дает атмосфера и либо атмосферный мотор плюс гибрид они не дают такие ощущения то есть вы чувствуете здесь турбину кайф за рулем леворга ты испытываешь от управляемости потому что она смотрите есть комплектация gt там не такие колеса она такая чуть чуть более валкая такая более гражданская gts вот эта комплектация ее все хотят кстати говоря все кто заказывает леворги у вас вот будет вот такая настройка ходовой части он у вас умеренно жесткий вы будете получать кайф от управляемости и вы будете получать кайф от того что у вас не просто атмосферный какой-то мотор пусть даже два либо 2 100 литра а у вас 16 плюс турбина и турбина работать и вы чувствуете работают и турбины и вам этот автомобиль даст кайфовать где ну возможно есть попрыгать в рядах что-то там поднадавить педальку где нету камер поэтому ребята соль этой тачки а с такой здоровенный кристаллище соли это когда ты сидишь за рулем этой машины когда тебе хочется по наваливать ребята но еще кристаллики соли это то что этот автомобиль и японский с внутреннего рынка и конечно же мы получаем такие плюсы как надежность этого автомобиля хотя он turbo вариант и вроде бы turbo это всегда о может что-то отвалиться но это не про эту тачку практичность то что ее можно использовать ты хочешь погонять ты хочешь привести детей на детскую площадку со всякими их игрушками эта тачка тебе это позволит ликвидность эта машина популярна она популярна как ее заказывают из японии как ее и ищут живые хорошие варианты в россии то есть если вы ее продаете после года либо даже двух лет владения вы ее продадите с учетом тенденции падения нашего рубля минимум за эти же деньги за которые вы привезете его из японии ребята и знаете вот в целом что я хочу сказать по этой модели ее основная соль в том то что ты можешь купить этот автомобиль один в семью и тебе не скажет твоя жена ты что купил как мы будем возить детей в саде как мы будем выезжать на природу а как мы будем зимой ездить и вам не нужно покупать куда семейный минивэн и параллельно себе искать какой-либо turbo вариант если вы любите погонять вы просто покупаете леворга и ваша жизнь выглядит примерно так вы утром завозите детей в садик в школу завозите жену в офис включаете режим спорт а если у вас двухлитровая версия вы включаете спорт шарт и полетели до своего офиса до работы просто с ветерком кайфу от управляемости и от динамики этого автомобиля это все вам дает леворг он универсал с большой буквы и значение этого слова вот именно в этой машине turbo плюс универсальность друзья мне очень нравится эта машина и я всегда радуюсь когда вижу списке покупок этот автомобиль то что человек выбрал эмоции то что он выбрал не какую-то практичность гибрида в филдере либо в шаттле а он решил пожить этот отрезок жизни весело купив леворга напишите ваши комментарии если вы были владельцем леворга легаси аутбека вообще у вас какие-либо универсал и почему вам они нравятся но я знаю почему не вам нравится напишите вы бы купили бы эту машину как одну в семью и вообще вы согласны с тем что я здесь рассказал в чем соль этого автомобиля буду ждать вас внизу лайки подписки компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля